Здравствуйте, уважаемые друзья! До весны еще далековато, но я хочу вам предложить оригинальный стример, который хорошо работает по красноперке, плотва в зависимости от размеров и очень хорошо по окуню. Вот я буду изготавливать на вот таком крючке. Он для меня хорош, чем для поимки окуня. Как вы видите, у него имеется очень хороший вот такой загиб крючка, который хорошо подсекает рыбу. У окуня есть такая плохая черта, но отчасти она для него хорошая. Если не понравилась, он приманку выплевывает. В этом варианте выплюнуть он уже так просто не сможет. Как обычно, я буду использовать те материалы, которые у вас должны быть под руками. Мы не будем использовать материалы, которые необходимо где-то что-то покупать. Обыкновенный крючок, как я вам уже показал, огрузил свинцом. Если нет свинца, можно огрузить медной проволокой трансформаторной. Теперь нам необходимо с вами промотать. Не надо нам пока ни подравнивать его, ни выравнивать тело. Это не столь принципиально. Возвращаемся к загибу. Хвостик я буду изготавливать. Вот у меня имеется вот такое, вроде бы, неказистое перо оранжевого цвета. Если у вас нет, можно использовать щепотку шерсти. Я беру, используя вот тот природный загиб пера, который имеется, длина хвостика у меня должна составлять чуть больше даже длины всего цевья. Или должна равняться длине нашего цевья. Крепим его в загиба, притяжной петлей, как обычно. И посмотрели его расположение. Поправили, подтянули. Вот. Он должен приблизительно хвостик вот так располагаться сверху кисточкой. И теперь мы его окончательно уже можем с вами подхватить. Вот так отлично. Остатки удаляем. В качестве привлекающего элемента я обычно в хвостик иногда добавляю голографический плоский люрекс. Учитывая то, что мех нежелательно нам здесь использовать. Поэтому плоский люрекс очень хорошо сочетается с нашим пером. Буквально парочку щепоток будет достаточно с одной и с другой стороны. По длине хвостика отрезали. Вполне достаточно. И теперь мы должны с вами ничего пока не предпринимаем. Переходим теперь к месту крепления наших глазик. Глаз. Я подготовил. Нам необходимо вот такой хвостик. Вернее крыло. Чтобы у нас доходило до середины нашего хвостика. Из мехописца. Но укладывать мы его будем несколько другим способом. Поэтому выбираем его длину равную длине хвостика. Отрезаем. Остатки не выбрасываем. Они нам сейчас пригодятся. Немножечко промажем клеем. И теперь нам необходимо с вами на какое-то время стать левшой. Закрепить наш пучочек меха. Сверху стараемся так, чтобы он у нас никуда не уходил. Вот так будет нам достаточно. И теперь уже окончательно его подхватим до самого колечка. Я подготовил в качестве привлекающего элемента из лески, на леску вернее, одел два блестящих вот таких вот шарика. Закрепим их здесь. Никакую функцию, кроме как привлекательности, они у нас не выполняют. Если вам необходимо дополнительно огрузить еще наш стример, можно использовать латунные бусинки. Оставляем пока здесь. Проверим, как будет ложиться наше крыло. Достаточно длины, достаточно всего. Немножко промажем место крепления наших глаз. И нить возвращаем теперь к креплению хвостика. Закрепим в качестве сегментирующего элемента вот такой двухсторонний плоский люрекс. Выберите для себя сами. С золотой или серебряной частью вы будете сегментировать тело. Это уже не столь принципиально. Подхватили и наш люрекс доматываем до самого хвостика. Здесь остановились. Как я и говорил, не надо выбрасывать нам остатки нашего меха, подшерстка, который мы вытащили. Слегка промажем клеем нить. И сформируем даббинговую нить. Так, чтобы она была у нас и достаточно пышная, и в то же время крепкая. Не стремитесь большое количество материала нанести. Лучше потом добавить. Тело должно быть прогонистое, не сильно объемное. Вот я приблизительно такое количество нанес меха. И теперь, начиная от нашего хвостика, следим за тем, чтобы мы не нарушили форму нашего тела. Проматываем хорошо вот так даббингом. Использовать можно практически любой даббинг, но учитывая то, что и окунь, и платва, и красноперка, в том числе и головль, очень хорошо реагируют на вот такой контраст, чтобы был черный с белым и красным. Это любимые цвета нашего головля и платвы красноперки в том числе. Почти-почти до самых глаз доходим. И теперь нам необходимо, чтобы мы уже здесь 10 раз не проматывали. Необходимо будет поменять нить. Или вы можете ее подкрасить, как я. Вот беру обычно фломастер, чтобы не менять нить. Толщина меня ее вполне устраивает. Определенную длину я подкрашу нитью. Берем теперь наш люрекс. И выберите для себя, какой мы стороной будем обматывать. У, как всегда, хвостика я выполняю один полный оборот. Следим за тем, чтобы не нарушить наш хвостик. И приблизительно вот таким шагом, равным почти ширине нашего люрекса, сегментируем тело. Дошли до глазок и здесь закрепили. Сильно стараемся не наматывать, так как здесь еще нам предстоит закрепить ряд элементов. Добавим совсем немножечко клея, так как люрекс, хоть и металлизированный, но может у нас куда-то убежать. Добавили. Остатки удалили. Для того, чтобы обозначить грудные плавники, я из этого же пера возьму хорошую щепотку. Можно использовать и, как я и говорил, взять шерсть или же мех, использовать песца крашеный. Вымеряем приблизительно длину. Она должна доходить у нас до жала нашего крючка. Подхватили и здесь закрепили. Остатки аккуратно удаляем сразу. Добавим немножко клея на место крепления. И будем теперь крепить с вами перо. Для обмотки ёршика, который у нас должен быть перед глазами, нам необходимо взять любое перо, которое обладает какой-то определенной жесткостью. Я для себя из остатков подобрал. Вот у меня есть куриное перо. Величины бородок для меня здесь вполне достаточно. И вот так по всей длине над глазками мы с вами закрепим. Подкрасим опять нашу нить. Буквально один-два оборота. Больше не надо. Эту обмотку мы выполняем для стабилизации нашего стримера. Так как, учитывая то, что крыло у нас достаточно скудное, чтобы стример был устойчивее в работе. Закрепили вот так перо, как вы видите, совсем-совсем немножечко для стабилизации. И теперь переламываем наш с вами мех, чтобы у нас вышло хорошее симпатичное крыло. Учитывая то, что здесь мы уже проматывать не будем, я взял парочку волокон Crystal Flash, которые мы закрепим здесь с вами. Буквально пару, больше нам не надо. С одной и с другой стороны. Переломили. И теперь, для того, чтобы выглядела более симпатичная наша головка, нам понадобится с вами совсем немножечко взять вот такого даббинга блестящего. Если его нет, можно заполнить обыкновенным даббингом. Как обычно, наношу совсем немножечко до первого касания даббингом тела. И теперь уже начинаем формировать нашу с вами веревочку. Аккуратно проходим между глаз. Подкрасим нить и переводим теперь ее к нашему колечку. Промазываем, как обычно, нить клеем. И у колечка я уже сделаю завершающий узел. И, как вы видите, достаточно простой в изготовлении стример. Изготавливается быстро. Материалов я не думаю, что здесь необходимо такого количества. Все можно заменить. Если нет мехописца, можно использовать лису. Лиса, кролик, заяц. Все, что у вас будет под руками, все можно будет использовать. Вот и все, друзья. Вот такой слегка вроде бы неказистый, но в то же время достаточно привлекательный стример. Готов. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.